Детали Мы сейчас быстренько проведем программу И тоже к ним поедем в разное Все, ребята, давайте побыстрее Мы договаривались как? В костюмах Зачем я тогда впер из театра? Барики, костюмы Хорошо, так, я чуть снегурочка Я снегурочка, все Ну ладно, я тогда слежу Я Дед Мороз, понятное дело, ну вот еще остался петух Ну а что, это символ наступающего года По-моему, ничего плохого, Сережа Так, Сережа, элементно некогда Некогда выпендриваться Все, давайте переодеваться, можно за елкой, за диваном Хорошо, я пошла Так, господа, мы совсем забыли Мы ведь на телевидении Сейчас я хлопну в ладоши и все будет Раз, два, три Только подождите-ка, я что-то не понимаю Борода Так, я же снегурочкой хотела быть, в чем дело? Ой, а я снежинкой Я не понял, а что за косы-то тут, а? Это ты специально, да, Сережа? А почему я должен быть петухом? Уж лучше я снежинкой буду Ну я тоже не хочу быть петухом Коллеги, давайте не будем ссориться, потому что Наши другие коллеги все тортики съедят Давайте, сейчас проведем и поедем Работаем так О, папа, я не буду кукарекать Хорошо, хорошо, я за вас кукарекну, дорогие мои коллеги Давай, папа Мороз, начинай Стоп, я не буду кукарекать, я снежинка За тебя кукарекни, снегурочка Все, поехали, раз, два, три Здравствуйте У тебя Дед Мороз А я, не побоюсь этого слова, снегурочка А я, новогодняя снежинка Да уж Приятно познакомиться Я символ наступающего нового года Только не надо говорить, какой Кукареку Петух, птица гордая и совсем не глупая Как привыкли считать многие И самую янценосную куру в любимые жены назначит И дорогу к жене, в отличие от некоторых Никогда не забудет Вот только не знает несчастный, что год наступающий В честь него назван Впрочем, на то есть хозяева Они и праздничный ужин приготовят, и подарки Я специально поеду за кормами специально Я и капусточку, и морковочку Дело жутко хлопотное Совершенно нерентабельно Но это дело, которое украшает Не каждый петух разбудит вас с утра Если среди них любители поспать К юрловскому гласистому сей не относится Еще в 19 веке проводились среди этой породы конкурсы На лучшее пение В Парловской области бродили мужики из деревни в деревню И слушали Кто меньше 7 секунд кричит, того и за петуха не считали Именно многие породы Которые сегодня в Америке и в Европе Они были зарождены в Китае В частности карликовые кохинхины Которых вы сегодня видели Они во время Английско-китайско-опийной войны В 1910 году были Завезены из Китая в Англию Уже потом распространились И в Европу, и в Америку Поэтому китайцы молодцы Встречать Новый Год Любители птицеводства будут в обществе своих Голосистых друзей Для остальных же прилавки магазинов Заполнены глиняными, деревянными И всякими другими, правда молчаливыми петухами Еще раз здравствуйте 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 Это последний в этом году выпуск с Виталией И похоже это последний рабочий день наш в этом году Кстати, наши коллеги уже давным-давно празднуют это Но я надеюсь, что мы сейчас к ним присоединились И давайте посмотрим, что там происходит Там Дмитрий Анисимов на связи Дима, ты слышишь нас? Дима, ты в эфире Ты слышишь нас? Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья Я вас слышу, великолепно вижу Здравствуйте, 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 девушка Мороз Здравствуйте, бородатая снежинка Золотоносная курочка И великолепная снегурка А что это у тебя летает сам? Где? Ну вот, где? Ты летаешь Веселиться программа СТС? Это тортик С Ромом вкусный Ждем вас Продолжаем гулять С Новым Годом, ребята Спасибо тебе, Дима Тебя тоже с Новым Годом Здорово Я хочу к ним туда Саш, мы сейчас быстро проведем программу и тоже поедем То есть я хотела сказать, что у нас на прямой связи был Дмитрий Анисимов Прямо с новогодней вечеринки СТС Петербург И мы там скоро будем Чем скорее отведемся, тем скорее там окажемся Чего рассусоливаем, Аня? А что за Новый Год без подарков? Надеюсь, вы уже подумали о сюрпризах и подарках для родственников и друзей Кстати говоря, мы знаем о том, что за сюрпризы приготовили для своих друзей звезды И благодаря нам деталям и вы сейчас об этом узнаете У Ильи Олейникова под Новый Год лирическое настроение Пора покупать подарки, он ходит по магазинам и думает, как многого был лишён в детстве Какие там игрушки в конце сороковых? Маленький Илья играл с булочкой 30-го родители старались уложить его как можно раньше, чтобы успеть поставить ёлку Боже мой, ёлки, дед Мороз, причём дед Мороз был драный такой какой-то По-моему, отбитый у немца в 43-м году под Курском папой Вот такой, с простреленной шубкой своей шкуркой Не важно, всё равно радовый душ Олейникову надо купить не слишком много подарков Жене, сыну, невестке, внуку и Юре Стоянову Но он не знает, что кому преподнесёт, пока не придёт в магазин В принципе, я ещё не люблю тут, а уж тем более в магазине Тут как бы, когда приходишь, и, что называется, плыви мочёвом по воле воли Я вообще, когда я прихожу в магазин, там как бы ариентация обмазка Ты увидел, что это такое, что тебе понравилось? Я даже не думал, брать, но я сразу беру Певица Зара тоже отправляется на новогоднюю охоту за подарками У неё и так друзей и родственников много, а тут ещё недавно семья увеличилась Муж и свекрови кубернатор Я думаю, подарков 20 Из них 10 самым близким, которые должна выбрать с особой любовью Я думаю, что это будут какие-нибудь тёплые светорочки Мы пойдём сейчас в какой-нибудь отдел посмотрим Что-то из парфюмерии Может быть, какие-нибудь красивые зажигалочки, запонки Зара на новый год почти всегда оставалась без больших подарков Но это потому, что у неё и так было всё, что только она желала получить Теперь акт новогодней доброты совершает сама певица Покупать подарки – это, как и полагается, любимое занятие Ей очень нравится, конечно, сервис У меня дома сервис такой серенький Поэтому, наверное, должно быть всё такое серебряное А ещё ей понравились джинсики Да, они тоже нравятся Я их возьму И серёжки тоже очень хороши Кажется, сцены они будут вешать Мне нравится Илья Олейников озадачен покупкой игрушки для внука Тимоши Мимо мягких игрушек проходят без остановки Не потому, что внук их не любит А потому, что дедушке они не нравятся И наигравшийся в детстве Олейников Если и берёт в руки какого-нибудь медведя То того обязательно ухо отрывается На машинке, я говорю, там катастрофа Ему интересно Так что, если покупать плюшевого медведя Это только в виде участника автопроисшествия Чтобы очередной трактор, который мы им купили Наехал этого медведя Но, опять же, крови нету Так вот, неинтересно Покупка подарков – это сложное занятие С первого раза приобрести всё не получается и у звёзд Олейников уходит с пустыми руками Зара – с красивыми упаковками Всё как должно быть Но только это не для родных и близких Екатерина Фисенко, Влад Филиппов, Алексей Горьков Детали И правда, какой Новый год без подарков? Ну-ка, кто у нас Дед Мороз? Эээ, да, ребята Чувствую, вот в Новом году сбудутся все наши с вами желания Ну-ка, Лёша, давай-ка выходи поближе к камерам Ты о чём мечтал? Я хотел весь год получить большую собаку Получай! Победишь! Саш, ну а ты-то о чём мечтала? О таком страстном поклоне Получай! Победишь! Какой хороший девушка Спасибо! Ну а ты, Сергей Сергеевич, о чём мечтал? А я хотел бы объявить следующий сюжет И это всё, это вся твоя мечта? Ну а чего рассмусоливать? Можно? Нет, нельзя Лучше ты поберёшь у нас в магазин за шампанское Ну что за Новый год без шампанска? Ты же Дед Мороз, вот так вот Охолам-нахолам, скорики-морики, не можешь? Это я-то не могу Ну, держись, будет тебе шампанское Пудлищ! Ну и где? А не получилось Ну, слушайте, у меня ещё мало опыта Я ищу всего 15 минут, как Дед Мороз А вот прямо сейчас в деталях О желаниях, о чудесах, о предсказаниях Вам расскажет профессионал Голубой деревянный петух наступает Именно эта птица олицетворение нового 2005 года по восточному календарю Как год грядущий встретишь, так его и проведёшь Гласит народная мудрость И как же встречать новогоднюю птицу Подскажут звёзды В Новый год, в год петуха Лучше всего Наряжаться во что-нибудь синее Или же лиловое Можно и темно-зелёные цвета Темно-бордовые использовать Ну, не обязательно вся одежда из этого состоит Но аксессуары какие-то Вот А вот в перья лучше не рядиться Понятно почему Из этих же соображений дичь на стол лучше не подавать Петух может обидеться К астропсихологии Науки, сочетающей в себе небесное и земное Люди, как правило, обращаются За ответом на извечный вопрос Я, например, пришла сюда Чтобы научиться Прогнозировать события Какие ожидает меня Мою семью, моих друзей, моих подруг Но чудо ждать не стоит Если восточная школа, на которой базируется Традиционная астрология Это туманные символы и предсказания То астропсихология полагается На компьютерный анализ и рыночные отношения Часовое общение с Наместником звезд на земле Обойдется в кругленькую сумму родных деревянных Но не петухов В одном западные и восточные астрологи Едины Новый год это не астрологическое чудо А всего лишь новая точка отсчета И чтобы добиться успеха у голубого петуха К звездам придется пробиваться Проверенной дорожкой Через терни Сергей Паньков, Николай Карпов Детали А что это мы в Новый год И без шампанского встречаем Давайте Для настроения Для настроения Крюша побольше Он под собакой лежит С наступающим вас С наступающим А наш следующий сюжет Поможет вам проснуться В первый день Нового года Без головной боли Что за Новый год без похмелья? Алексей, что же мне делать с утра? С утра я могу предложить Множество коктейлей Под названием «Подбодри меня» Вот один из них мы сейчас с тобой будем готовить Для начала в бокал из-под мартини опускается желток яйца После этого берем кетчуп После этого добавляется табаско Это очень острый перечный соус И теперь Берется водка Бутылка водки И по краю Наклоняю чуть-чуть Добавляешь две трети по краю Теперь украшается только лимона на край Ирина Берегов, Алексей Волгов, Радислав Филиппов Детали Так, слушайте, ребята Давайте Все Пора закругляться Прощаться Да ты че Имей совесть Совсем немного осталось поработать И присоединимся к нашему корпоративной вечеринке Так что давай, веди Давай Да я уже не знаю, что говорить Мы за что сказали А мы же еще о всяких там новогодних традициях поговорили В то время как вся страна находится в сладостном ожидании Новогодних праздников Кому-то приходится вкушать горький хлеб будней Служителям бисквита и шоколадной глазури В эти дни приходится нелегко К концу года силы у всех на исходе И ослабленные питерские организмы Требуют тортов и зрелищ А лучше по старому рекламному принципу Два в одном Его можно есть целегко Все здесь съедобно Все красители золото и бронза Это тоже съедобные Все можно съесть Пуговицы панта это марципан В декоративных моментах употребляется натуральный шоколад Сахарная мастика Этот торт был приготовлен специально для новогодней фраковой вечеринки И способен удовлетворить потребность в сладком на год вперед Его вес 15 килограмм Рядовым сластенам уничтожать такие кулинарные изыски немного жаль Но профессионалы не преклонны Кэнди Мэн в кондитере побеждает художника Кристоф Ларманц, бельгийский сластенов законе, придерживается таких же взглядов Так что его Дедом Морозом и елкам в Новый год придется ой как не сладко Вот это необычная вещица, она полностью съедобна Это десерт на одного человека Дерево сделано из марципана А вот в этой маленькой коробочке из белого шоколада Находятся самые разнообразные конфеты Все это связано красной ленточкой и она тоже из марципана Родину Кристофа по праву называют шоколадной страной Однако сам он, поработав в Петербурге всего несколько месяцев Уже считает наш город одним из самых сладких городов в Европе Да вы посмотрите на один ваш Невский Столько кондитерских я не видел ни на одной центральной улице Европы И мне это нравится Так что крупнейшие кондитеры города работают не покладая рук Забывая о том, что несмотря на любовь петербуржцев к сладкому До десерта в Новый год доходят далеко не все По старой доброй традиции засыпать все-таки предпочитают в салате Сергей Паньков, Николай Карпов и Влад Филиппов детали Я хлопну в ладоши и мы все окажемся на корпоративной вечеринке Надеюсь, наши коллеги еще не все выпили и съели Так хватит, хватит, ты уже хлопнул Достаточно на сегодня, хватит Давайте, можно я тогда хлопну? Давай Пожалуйста Раз, два, три Молодцы Александра Можешь ведь, когда захочешь Да, Саша, это просто лад Правда, получилось-то все наоборот Не мы к ним, а не к нам Неужели вы думали, коллеги, что мы просили вас и нашего зрителя на произвол судьбы С Новым годом, с наступающим И пусть вот этот цветастый, голосистый петушок захватит собой обязательно курочек, не сушек Которые принесут вам в дом любовь, улыбки, благосостояние, здоровье И теперь всё, всё, что называется славным, замечательным словом Счастье Счастье Аллой Аллой Субтитры создавал DimaTorzok